Итак, всем доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, дорогие друзья. Гутенабенд. Гутенабенд это, наверное, доброй ночи. Значит, Ботер Тоф, Кудмонин. Кто в эфире? Что-то никого нет в эфире, неужели? Первого сентября, о, первого января было 50 человек в эфире, а сейчас только Лилия Берман. Лилия Берман ответственная. Да. Да, конечно, да, да, возьми стучень. По компьютеру. Да. Да зачем по компьютеру? Сядь вот здесь, стул. Просто я не успею сейчас включить. Возьми сейчас. Я не встану. Так стул себе или кресло. Сейчас, секунду, у меня вот как раз. Так, всем доброе утро. Я у родителей в гостях как раз. В гостях у родителей. И в... Сейчас, секундочку. отлично все всем доброе утро и будем сейчас продолжать изучать мудрость великого царя соломона значит мы находимся в 22 главе и в одиннадцатом отрывке 22 главы значит 10 отрывок той главы закончился тем что прогони что нужно прогнать на смесь нас нет на смешника циника то есть люди которые ко всему относятся цинично и царь соломон нам советуют если его выгнать из своих друзей или или же если речь идет о цените внутри да на смешник циник то тогда прекратятся конфликты прекратится суды прекратится позор то есть все это следствие того что есть у человека свойства высмеивать или плохо относиться к другим людям теперь в одиннадцатом отрывке царь соломон нам показывает а каким надо быть то есть с кем надо общаться и каким надо быть то есть в каждом из нас есть очень много разных граней и если если человек если человек да он не может сказать вот я там полностью праведник потому что тоже царь соломон сказал в экклезиасте что нету цадика нет праведника на земле который бы не грешил то есть даже мужа рабыну великим маше рабыну Он сделал вещи, за которые Бог ему сказал, что ты поступил немного неправильно и не разрешил ему зайти в землю Израиля. И хотя Мушарабен очень просил, чтобы Бог его простил за тот проступок, но Бог сказал нет. И то есть даже у цадика есть вот такие разные сбои. Поэтому, когда царь Саламон говорит о ком-то, то имеется в виду, что в каждом из нас есть вот эти все грани. И так, значит, в одиннадцатом отрывке он говорит, каким человек должен быть. Первое качество, которое он приводит здесь, называется Оэф Таор Лев Хэн Сватаф Рэгумэлэх. Значит, он перечисляет здесь три качества человека, которые приводят его в итоге. Давайте я переведу весь отрывок, и будет понятно, к чему приводят эти три качества. Значит, первое качество – это любящий людей. Второе качество – это чистый сердце. Третье качество – это приятность на устах. И к чему это приводит? Тому друг царя. Так полностью перевод этого отрывка. Оэф Таор Лев – любящий, чистый сердцем. Хэн Сватаф – приятные уста. Рээл Мэлэх – его другом будет царь. Значит, что значит любящий людей? У каждого человека есть как установки по умолчанию. То есть каждый человек живет в придуманном виртуальном мире, в котором он наделяет окружающих людей каким-то свойством. Интересно, что когда-то был один журналист, он получил возможность взять интервью у Эйнштейна. Эйнштейн – один из самых умных людей, считался этого времени. И журналисту, у него было 10 минут, он встретился с Эйнштейном. Эйнштейн сидел на крыльце, курил трубку. И журналист думал, что же спросить такого, чтобы это было действительно важно. И потом он поступил очень правильно. Он решил не полагаться на свой ум, а решил спросить даже у Эйнштейна, какой вопрос задать. И он Эйнштейну говорит, скажите, какой вопрос самый важный, который вообще самый важный вопрос. Я хочу вам задать самый важный вопрос. И какой вопрос самый важный. Эйнштейн задумался. Он действительно был умный человек, который умел своим мозгом доходить до каких-то, заходить в какие-то абстрактные высоты. То есть он умел строить реальность у себя в мозгу. И он, значит, Эйнштейн думал, думал, думал и говорит, да, я знаю, какой вопрос самый важный для человека. Самый важный вопрос для человека это вселенная, мироздание, дружественное или недружественное. Если человек отвечает на этот вопрос, что мироздание дружественное, то есть мир вокруг, тогда что? Тогда его жизнь превращается в радость. Он создает, он любит, он радуется. То есть вся его жизнь радость. Если его внутренний ответ на этот вопрос, что мироздание, оно недружественное, оно страшное, оно негативное, тогда он всю жизнь будет бояться, опасаться, строить какие-то стены, мосты и так далее. Вот так Эйнштейн сказал, это главный вопрос для человека. Теперь здесь нам, это действительно главный вопрос. То есть как ты относишься, непонятно какой мир. То есть понятно одно, каждый человек умирает, живет на этой земле несколько десятков лет и потом он умирает. Все, это факт, это то, что известно. Известно, что есть там вода, камень, дождь иногда течет. Это все факты. Все остальное, как будет, что будет, что будет человеком, как оно будет, когда он умрет, когда он не умрет. Это все неизвестно. А что будет потом? Это все виртуальная реальность. Это все те истории и те сказки, которые человек сам сочиняет или слышит от других людей. Поэтому отношение к людям, это тоже сказка. Один человек, он, вот есть история такая очень известная. Главный раввин Израиля был десятки лет. Это Равлау, его звали, Равлау, фамилия. Он попал в концлагерь, ему было восемь лет. Восемь лет он попал в концлагерь и всех детей убивали. Он попал во взрослый концлагерь. Его везде спасали, немцы его пропускали. Он прошел концлагерь и вышел из концлагеря восьмилетний ребенок. Почему? Он всегда улыбался. Он говорит, я всегда улыбался, я всегда смеялся, меня все любили. Это конкретно, он написал об этом книгу, Равмейер Лау, его звали. И он любящий людей, несмотря на все, что происходило с ним, он остался любящим, он остался добрым, он остался веселым. И, по-моему, он даже до сих пор жив. Надо посмотреть, вот, может быть, Влад Косов, попросим его. Влад Косов, чтобы он погуглил и нашел интервью. Есть даже на русском языке интервью Равмейер Лау или Яков Шатадин, он лучше разбирается. Он найдет вот его интервью, где он рассказывает о том, как он спасся. Есть на русском языке, я видел это интервью. Так вот, если человек внутри себя, себе рассказал вот эту сказку, что все будет хорошо, все будет прекрасно, все будет великолепно, люди добрые. Да, они иногда что-то могут делать, но, опять же, они все делают с хорошими побуждениями. То есть, если человек, он так внутренне выстроил свое отношение к людям. Что такое чистый сердцем? Второй параметр. Чистый сердцем – это все идет обратная, как бы, противоположность от циника, которого надо выгнать. Чистый сердцем – это тот, у которого нет злых мыслей и злых намерений. Это называется чистый сердцем. Таор – лев. Значит, он живет, то есть, мир хорош, Бог меня любит, вселенная дружественная, впереди рай, вечная жизнь. Значит, все, Бог обо мне заботился, заботится и позаботится. Бояться мне нечего. И у него чистое сердце. Он напрямую людям говорит, ничего не обманывает. Но, вот тут интересно, можно же быть чистым, прямым сердцем и людям говорить гадости. Нет, третий параметр – приятность на устах. Он говорит людям только приятные вещи, потому что он понимает, если все это искажение, то он будет всегда говорить только хорошее. Вот три этих качества к чему приводят тому друг царя. То есть, такие люди, как Рав Мейерлау, который прошел конслайдер и стал главным Равом Израиля, такие люди, они становятся действительно друг для царя, потому что все хотят общаться с чистыми, светлыми, добрыми людьми. И второе значение – тому друг царь. Есть еще царь царей. Тот, кто управляет царями, тот, кто управляет мирозданием. Так вот, про отношение Бога к таким людям есть смешна в Пертеевод. В Пертеевод написано так, что «Кольше руах обреет Ноа Хеймена, каждый, что дух созданий, приятен от него, руах амаком, то есть дух Бога, от него тоже приятен. Тот, кого любят люди, того любит Бог». Вот это был одиннадцатый отрывок, в котором нам царь Соломон рассказал, какие качества в себе развивать и что с ними делать. Еще раз, первое – это любящие людей, то есть добрые. Второе – чистые мыслями, не допускающие зла в своих мыслях. Третье – приятные на словах. Очень важно, внутренний диалог – это те же самые слова, мы уже много раз об этом учили, что то, что человек в себе говорит внутри, о людях, о жизни, о себе, о мире, все это виртуальная реальность, но если он в это верит, это единственная реальность, в которой он живет. То есть он живет в той реальности, которую создает себе своими словами. А все слова, без исключения, – это некое условное описание каких-то предметов, каких-то вещей. То есть все, что человек себе рассказывает, все, без исключения, любой человек, это виртуальная реальность. Понятно? Хорошо, двенадцатый отрывок. Двенадцатый отрывок нам углубляет эту идею, и звучит он очень странно, двенадцатый отрывок. Значит, глаза Бога, и здесь уже само по себе понятие, глаза Бога – одна из главных заповедей иудаизма, что Бог неописуем, у него нет никаких физических органов, у него нет никаких физических проявлений. Так как же царь Соломон говорит, глаза Бога сохраняют познание? Это в голову не влазит эта фраза. Именно она и доказывает, что когда мы говорим глаза Бога, это метафора, нет у Бога глаз. У Бога есть то, что человек назвал бы глазами, видение, да? То есть Бог, он своим видением, он сохраняет, охраняет, да, охраняет познание. Сейчас мы разберемся, что значит своим видением Бог охраняет познание. Что значит вообще человек видит? Как это человек видит? Сейчас мы увидим это. И дальше вообще непонятно. И убирает слова предателя. Значит, Исалев это убирает, Диврей это слова, Богет это тот, кто скрывает, тот, кто изменяет. Это сам корень Богет, предатель. Но интересно, что то же самое написание один в один. Одежда. Богет это предатель и Бегет это одежда. То есть одежда, она тоже скрывает человека. Одеждой можно обмануть. Как можно переодеться там в женщину, можно переодеться в милиционера, можно переодеться в медсестру, например, если вот кто-то хочет. То одежда, она как бы, с одной стороны она показывает что-то, но с другой стороны одежда никогда не является человеком. Теперь, значит, для того, чтобы понять, как слова, как глаза Бога, видение Бога сохраняет познание, нужно разобраться, как работает мышление. Значит, мышление человека работает следующим образом. Вначале, когда человек рождается, есть пустая коробка, компьютер без программ. Потом ему объясняют аксиомы, по мнению тех людей, которые его воспитывают. И они ему объясняют какие-то правила, которые человек, так как интеллект не работает без программ, ему обязательно нужны какие-то основные понятия, аксиомы. И крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Значит, и отец объяснил, что хорошо, сынок, когда есть бутылка водки, рюмка водки на столе, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Отец, например, был фанатом Виктора Цоя. То есть, каждый человек живет в мире каких-то аксиом, которые вообще не аксиомы. И есть единственные аксиомы, которые действительно аксиомы. Это аксиомы имеются в виду для мышления и для восприятия мира. Это то, что Бог создатель мира. Когда Он создавал мир, Он установил, что такое добро и что такое зло. Что такое хорошо и что такое плохо. Это было вот это дерево познания добра и зла в раю, которое Он сказал человеку не трогать. Он сказал человеку, ты можешь пользоваться этим миром, как ты хочешь. Но менять местами добро и зло, это моя прерогатива. Я создал мир, и мир должен идти вот так. Это добро, это зло, и менять местами нельзя. И когда человек, он съел от дерева познания добра и зла, он начал сам себе придумывать, что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. Теперь, ну мы знаем, те люди, которые уже разбираются, что есть Бог, который установил эти аксиомы. И Тора это то, что пророки, люди, которые имели возможность воспринимать сигнал от Бога, получили от Бога и передали через мудрецов нам. Значит, это аксиомы Торы, называется это хохма. Хохма это божественная мудрость. То есть, когда у человека есть вот эти правильные аксиомы, все равно он принимает какие-то аксиомы. Но я могу доказать в три секунды, что любые аксиомы, кроме Торы, они неверные. То есть, они выдуманные. Это я могу доказать, разрушить любые аксиомы. Дайте мне любую систему убеждений. Коммунизм, социализм, гуманизм, вегетарианство, что вы хотите. Все можно разрушить. Тору, да, тоже, потому что Тора, еще раз, она получена от пророков через мудрецов. Доказать, что Тора это аксиома, нельзя. В это можно только поверить. Доказать, что все остальное неправда, легко. Понятно, да? Теперь, первое, это нужно, хохма это божественная аксиома. Второе, есть у интеллекта свойство, которое называется бина. Бина это строительство. То есть, Бог так создал вот этот вот мыслительный аппарат, что человек из всего пытается делать выводы. Если это, значит это. Если то, а значит то. Вот это вот строительство выводы из какой-то информации называется логика. Логика бывает двух видов. Или ты понимаешь что-то из чего-то. А, жена не вынесла мусор, значит не любит. Муж поздно пришел домой, значит тоже не любит. Пускай вывод один и тот же, из разных действий можно делать один и тот же вывод. Теперь, а есть наоборот, он два раза не пришел домой, это значит, что надо с ним разводиться. Ну, например, то есть это уже есть, когда ты из кубиков клеишь большую картину, а бывает, что ты из большей картины делаешь выводы, разбираешь его на кубике. Это логика. Теперь, понятное дело, что любая логика, это некие такие виртуальные построения, которые можно доказывать, можно разрушать и так далее. Это уже не аксиомы. Теперь третье качество ума называется даат, восприятие. Восприятие это восприятие какой-то картинки. Да, вот сейчас, например, вы воспринимаете меня. То, как вы меня воспринимаете, это уже ведет через призму, через призму ваших аксиом и вашей логики. Но голос есть однозначно. Перед вами есть или экран, или вот сейчас рука моя махнула. Это все восприятие, чистое восприятие реальности. Такая, какая она есть через органы чувств. Без добавления туда интеллектуальных каких-то выкруживаний, объяснений, историй и сказок. Теперь, ну как может быть, что эта картинка складывается в интеллекте? Ведь вдумайтесь, у человека есть два глаза, два уха, у человека есть пять органов чувств. И вот этот сигнал, который заходит в глаза, в уши, он же тут же моментально внутри мозга превращается в электрохимический импульс, который идет по полтора килограмма вот этой вот слизистой такой серой массы, которая вообще... Как там может быть картинка эта? Каким образом? Ученые до сих пор не могут понять, как работает мозг, как эта картинка вся синхронизируется, почему сигнал, который заходит в уши, вдруг становится понятен человеку? Это сотрясение воздуха, которое превращается, бьет там по каким-то волоскам, эти волости шевелятся и выдают сигнал какой-то тока, да, электро... И он идет там по... И вдруг понятно, Ицка говорит, а вам понятно. Кому понятно? Всем понятно. Но это непонятно, как и почему понятно. Вот это восприятие. И оно существует только потому, в 12-м отрывке, что глаза Бога, то есть когда Бог смотрит на этот мир, образно смотрит, он поддерживает существование всей вот этой вот системы взаимодействия молекул, таблица Менделеева, все вот эти законы. Почему они так? Ведь, ну, почему атомы летают, электроны летают, молекулы держатся? Откуда это все происходит? Потому что глаза Бога, как человек, пока он смотрит на мир, картинка упорядочена, а чуть у него проводок отойдет какой-то в голове, или там он скушает ЛСД какой-нибудь, выпьет бутылку водки, чуть-чуть у него там пошел сбой, все, картина мира меняется полностью. Стакан водки, картина мира изменилась. Почему стакан жидкости меняет картину мира человека? Потому что эта картина мира держится очень таким, знаете, как непонятным виртуальным способом. И этот способ легко разрушить. И вот нам говорит, говорит нам царь Соломон, что именно потому что глаза Бога сохраняют познание, именно только поэтому мир кажется упорядоченным, и мышление человека упорядочено. И убирают слова изменяющего, то есть если приходит человек и начинает говорить что-то непонятное, то вот это вот чистое простое восприятие, оно может понять, есть шанс, что будет понятно, что это что-то не то происходит. Понятно. Такой странный отрывок, который нам показывает, что все непонятно и все существует только по воле Бога. Понятно. И последний отрывок нам иллюстрируют в виде примера, это же называется притчи, чтобы с помощью примеров сделать понятным непонятное. И царь Соломон сейчас дает нам пример, который сейчас объяснит вот тот непонятный 12-й отрывок, который говорил какие-то абстрактные вещи про работу интеллекта. Сейчас всем станет понятно, и в этом величие царя Соломона, что он притчами, притчами, то есть он примерами делает непонятное понятным. 13-й отрывок звучит так. Сказал Омар Ацель, сказал ленивец, Ари Бахуц, Лев снаружи, Бытох Рыховод, Он среди улиц, и будет меня убивать. Вот так говорит ленивец. То есть что происходит? Ленивец, это человек ленивый, который сидит внутри дома и не хочет выходить. Уже во времена царя Соломона по улицам львы не ходили. И на улицах многолюдных людей не убивали. Но что делает ленивец? Ленивец, потому что он хочет лениться. Он верит, он выдумывает историю про то, что почему он не выходит на улицу? Не потому, что он ленивый, а потому, что на улице лев, который его убьет посередине улиц. И он себе, рассказав эту историю, испугав себя этим виртуальным львом, которого он придумал, он с полным осознанием своей правоты сидит дома. Но он сидит дома, придумав себе абсолютно виртуальную, нереальную картину, которая, в принципе, на улице быть не может. Понятно, да? Вот это показывает нам 13-й отрывок, как работает интеллект. Но именно специально Бог взял ленивца. Не Бог, царь Соломон взял, для примера, ленивый человек. Что такое ленивый человек? У которого его хочу, оно его поглотило. У которого его вот эта вот животная сущность, Ецарара, злое начало, то есть я это называю внутренняя корова, внутренняя млекопитающая, оно взяло над ним власть, который хочет только ожирать, лежать и получать удовольствие от жизни. Все это то, что его интересует. Дальше, так как это захватило это его намерение, то все, что ведет его за пределы этого намерения, его страшно пугает. И он не понимает, что он выдумал льва, он выдумал то, что лев его может съесть. Он все это выдумал для того, чтобы оправдать свое намерение. Понятно, да, идея? Все, давайте подведем итог. Значит, мы, вы изучили сегодня три отрывка. Первый отрывок о том, каким человек должен выстроить свой внутренний мир. То есть любящий людей, чистое сердце и приятность на устах. То есть внутренний диалог, внутренние истории должны быть только приятные. Второе, что мы изучили глубоко и понятно стало, что все, что происходит в голове человека, это некая виртуальная реальность, которая существует только потому, что ее поддерживает Бог. И раз уже Бог ее поддерживает, так наполнить ее надо чем? Правильными мыслями. И третье, нам дали пример, как думает ленивец, чтобы так не думать. Нету никакого льва на улице, нет никакого страха. Человек по-любому умрет, любой человек умрет. Но момент смерти, это момент перехода из одного состояния в другое, который, знаете как, Марк Твен, он в конце жизни говорил, я всю жизнь, говорит, чего-то боялся, говорит, и вот все, чего я боялся, со мной не произошло. Получается, я всю жизнь зря боялся. Зря боялся, понятно, да? И, значит, как раз нам привели пример, что не надо быть ленивцем, не надо выдумывать себе страхи, а надо быть хорошим, добрым человеком, верящим в Бога, полагающимся на Бога, но при этом не ленивцем, потому что работа, этот мир создан так, что в нем обязательно надо работать. В этом мире невозможно, так Бог сделал специальный мир, надо работать. Так лучше что делать? Работать на Бога и работать над дисциплиной, то есть делать правильные вещи, изучать Тору, выполнять заповеди, молиться и полагаться на Бога, что все будет хорошо. Все, напишите, пожалуйста, свои три вывода с урока, потому что для того, чтобы вот в этом вот интеллектуальном аппарате, который чудом существует, что-то закрепить, нужно это повторить, сказать вслух, объяснить, рассказать. Сделайте, пожалуйста, три вывода, поработайте над своим интеллектуальным аппаратом, потому что над ним надо работать. То, что в нас вложили, в детстве, в школе, в садике, не работает, вообще не работает. Вот поверьте. Возьмите 99,9% десятых людей, которые вас воспитывали, в школе, в садике, вокруг вас, они все живут несчастливой, неправильной жизнью. Единицы из них, может быть, там 1%, живут и как-то действительно осознанно, реализованно, которые знают, что с ними будет, то есть живут со смыслом. Поэтому все, чему они вас учили, весь этот телевизор, весь этот лживый мир, вытяньте и вставьте вместо него себе в голову Тору, и Тора тогда даст вам счастье, любовь, успех, богатство, почет и все хорошие вещи. Все. Удачи, успехов, прекрасного дня.